Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам отличие протокола от постановления и в каких случаях какой из этих документов составляет сотрудник ДПС. Если это видео будет вам полезно, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. А если видео вам не понравится, то поставьте дизлайк и напишите гневный комментарий. Постановление. Это документ, которым на водителя накладывается наказание. Состоять его инспектор ДПС может только если водителю грозит предупреждение или штраф. Если инспектор ДПС составляет постановление, это значит, что он рассмотрел дело на месте без составления протокола и назначает водителю наказание. Протокол об административном правонарушении – это документ, в котором инспектор фиксирует нарушение ПДД. Протокол затем является доказательством вины водителя. Но когда протокол составлен, водитель еще не наказан, а протоколом просто зафиксирован факт правонарушения. Разбираться в этом деле будут в ГИБДД или в суде. То есть, основное отличие протокола от постановления заключается в том, что постановлением инспектор ДПС уже назначил водителю наказание, и водителю остается оплатить штраф или обжаловать постановление. А протокол является лишь доказательством правонарушения, в котором еще надо разобраться. Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы. Первое. Оба документа составляются инспектором ДПС при нарушении правил дорожного движения. Однако протокол описывает это нарушение, а постановление уже указывает на то, какое наказание за это ждет. Второе. Протокол учитывает личное мнение каждого участника происшествия, пострадавших, свидетелей, виновного. Постановление подобных пунктов не имеет совсем, так как для его составления мнение участников уже учтено. Третье. Обвиняемый в нарушении вправе представить объяснение и замечание по содержанию протокола, который прилагается к протоколу. В составлении постановления виновное участие не принимает. Четвертое. Эти два документа имеют массу внешних различий и в своей форме мало похожи друг на друга. Самое важное, чем отличается протокол от постановления, это тем, что постановление можно обжаловать, а протокол обжаловать нельзя. Да, вы не ослышались. Протокол об административном правонарушении обжаловать нельзя. Данный факт пытались обжаловать в Конституционном суде, но суд посчитал, что все нормально. Посмотреть подробнее вы можете вот это определение Конституционного суда. Пятое. Последний пункт. Если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения, то сотрудник ДПС составляет протокол об административном правонарушении, который приобщается к вынесенному постановлению инспектором ДПС. Составить лишь один протокол невозможно. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы разрушим еще не один юридический миф. Продолжение следует...